Домашние продукты недалеко от дома. В минувшие выходные на улице Васильева в Ставрополе развернулась очередная ярмарка выходного дня. Жители и гости города смогли приобрести товары на продовольственной акции «Покупай Ставропольское» по ценам ниже, чем в розничной сети. Свежий продукт, все свежее, руками выращенное. Ну, люди молодцы, пускай торгуют, деньги зарабатывают. Все хорошо. Мы очень довольны, что здесь близко, хорошо, и люди приезжают, имеют какой-то стимул, и мы покупаем продукцию хорошую. Так называемый субботний базарчик традиционно проводится администрацией города каждые выходные на разных точках Ставрополя. Ажиотаж вокруг него большой. Впрочем, неудивительно. Зазывать покупателей и не требуется. Горожане с охотой идут покупать качественную и свежую продукцию. Люди подходят, довольные все. Так что, нормально. Все вкусное, все хорошее. Всегда есть свой покупатель. Продуктовая корзина разнообразная. Мясные и колбасные изделия, яйца, рыба и морепродукты, овощи и фрукты, орехи и мед. К слову, владельцы личных подсобных хозяйств не упускают возможности представить свою продукцию краю. Вот, например, Любовь Ведмецкая каждые выходные приезжает на ярмарку с медом собственной пасеки. Здесь можно не только купить домашний продукт, но и лично от продавца узнать о его вкусовых особенностях и пользе. Мед делится, фруктоза, сахароза. Мед делится. А видите, вот он в ячейке кладезь. Он мороз, холодно, уже идет нулевая температура, он весь жидкий. Качество меда. Вот это и есть целебность меда. То есть это наше здоровье, это наше долголетие. Еще хочу очень интересно рассказать, что формула меда полностью соответствует формуле нашей крови. А кровь у нас идет как орган. И вот элементарно утром стакан теплой водички, туда ложечку меда мешаете и сразу выпиваете. Это идет как подпитка полностью нашего организма. Покупатели отмечают, товары на ярмарках выходного дня превосходят своим качеством аналогичные продукты в гипермаркетах. Помимо этого, прайс на них также не может не радовать. Адреса и расписание ярмарок выходного дня можно найти на сайте городской администрации. Сабина Гурбанова, Никита Лукьянченко, Динара Ефиндиева и Вячеслав Юшкевич.